Более 1 миллиарда рублей предусмотрено в федеральном бюджете на реализацию проектов в Ненецком округе. Об этом в ходе личной встречи с главой региона рассказал депутат Госдумы от НАУ Сергей Коткин. Решить проблемы в сфере экологии призван форум «Экохекатон. Заповедные земли». Данное мероприятие получило грантовую поддержку от Всемирного фонда дикой природы. Поездка в стойбище. Депутаты окружного собрания поздравили детей оленеводов с наступающими новогодними и рождественскими праздниками. Главная новогодняя елка Наринмара готовится принимать гостей. Церемония открытия елки состоится уже в ближайшее время. С главными событиями этого дня вас познакомят мои коллеги и я, Ирина Никешина. Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда до уровня прожиточного минимума 11 280 рублей с начала 2019 года. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В соответствии с действующим законодательством, начиная с 1 января МРО должен устанавливаться федеральным законом ежегодно в размере 100% величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по стране за второй квартал предыдущего года. В связи с этим законом, подписанным президентом, МРО устанавливается на уровне 11 280 рублей. Именно таким был прожиточный минимум россиян во втором квартале 2018 года. Сейчас МРО составляет 11 163 рубля. Как отмечается в заключении профильного комитета Совета Федерации по социальной политике, вступление в силу этой нормы будет способствовать повышению заработной платы более 3,5 миллионов работников. Александр Цибульский провел рабочую встречу с Сергеем Коткиным. Встреча прошла в Наринмаре, где депутат Госдумы находится в рамках очередной региональной недели. В частности, речь зашла о решениях недавнего круглого стола в Госдуме по вопросам трудоустройства и привлечения в арктическую зону молодых специалистов. В мероприятии приняли участие депутаты, чиновники, представители регионов и ведущих вузов страны, которые готовят кадры для Крайнего Севера и студенты. Спасибо, что наших ребят туда привлекли. Я с ними встречался, Володин с ними встречался, с нашим молодежью. Хороший прошел форум, хорошие резолюции, дельные. Потом мы провели круглый стол в нашем комитете по региональным проблемам, по нашим северам. Значит, ребята тоже наши участвовали, уже другие были. После этого мы встретились в комитете, обсудили со студентами, нашими студентами, которые сейчас учатся в Москве. Их, оказывается, там прилично. У нас было на встрече счет, наверное, 5-7 студентов. У них там землячество, они входят Вячеславу Алексеевичу Вучейскому. И так это очень хорошая встреча получилась, на мой взгляд, очень предметная такая. Вопросов много задавали. Сергей Коткин сообщил, что одним из вопросов, который обсуждался в Госдуме на круглом столе, и с которым руководство Комитета по региональной политике проблемам севера и дальнего востока намерено выйти к президенту России, является предложение о создании профильного министерства по делам Арктики для системной работы по всем вопросам ее развития. Мы чувствуем по Дальнему Востоку, как только создано было министерство, реально пошел сдвиг, конкретный причем. К сожалению, мы это не ощущаем по северам. Я, например, вообще не могу уследить. По всем программам раскидано, по селу как, что, чего, выхватить, что идет по Арктике, по северам, по нашему региону, очень тяжело. Сергей Коткин проинформировал также главу региона об основных законах, принятых в осеннюю сессию Госдумой, главным из которых стал федеральный бюджет на 2019 год и плановые 2020 и 2021 годы. На проекты для Неницкого округа в нем заложено только на следующий год более 1 миллиарда рублей, в том числе на продолжение строительства дороги на Усинск, развитие санавиации, очистку и дно углубления Печоры. В свою очередь Александр Цибульский поблагодарил депутата и в его лице всю Государственную Думу за работу в выходящем году, в том числе и по продвижению региональных инициатив, улучшающих качество жизни северян. Мы отдельно отработали закон по любительскому рыболовству. На мой взгляд, получился неплохой сбалансированный. Очень хорошо, что все те поправки, которые от нашего округа вместе с рыбаками мы направляли, они учтены и вошли в этот закон. Здесь вам отдельное спасибо. Надеюсь, что в следующем году мы еще с большим темпом и с более высоким уровнем сотрудничества продолжим, потому что, конечно, нам крайне важно, чтобы вы, как представитель округа, наши законодательные инициативы на федеральном уровне продвигались с тем же рвением и с тем же успехом, как вы делали в этом году. Так что спасибо большое. Уверен, что следующий год нам будет стоять непростой, но с точки зрения содержания нашей работы точно еще может быть более значимой. Завершая встречу, губернатор НАУ и депутат Госдумы пожелали друг другу успешной и плодотворной работы по реализации поставленных задач в 2019 году. Экспериментальный телескоп для наблюдения космического пространства установлен в Амдерме. Лаборатория космической информатики Московского физико-технического института проводит работы по созданию в опорных арктических зонах экспериментальной сети роботизированных оптических телескопов для системы мониторинга космического пространства. Как отмечают ученые, новая технология даст возможность получения с максимальной оперативностью и достоверностью информацию о событиях в околоземном пространстве, представляющих угрозу безопасности и космической деятельности. В Амдерме размещен прототип роботизированного оптического телескопа и другое исследовательское оборудование. Это позволило провести работы по исследованию астроклимата и наблюдению за космическими околоземными объектами. По итогам экспедиции учеными доказана возможность наблюдения космических объектов за полярным кругом, возможность удаленного управления роботизированным телескопом из Арктического аналитического центра МФТИ, а также проведено тестирование программного обеспечения обнаружения космических объектов и определения их орбит по сериям снимков, полученных оптическим телескопом. Если у стартовой позиции было, что мы в каком-то смысле догоняющие вошли в этот проект в базовых регионах, где МФТИ обкатывает свои передовые технологии, то на сегодняшний день НАУ первый, где это физически было осуществлено. То есть Архангельская область и НАУ пока, скажем так, запрягают, еще там собираются, то у нас уже физически идет работа. Собственно, намечен план, там есть три направления основных. Это телеком условный, более широко можно раскрывать, если необходимо, энергетика автономная, арктическая и арктическая медицина. По словам заместителя губернатора НАУ Ивана Болтенкова, что касается энергетики, то к реализации этого проекта планируется приступить в следующий сезон. Все же консервисную историю отрабатывали, и там, опять же, есть понимание, что делать. Ну, зависит от того, как деньги найдет МФТИ, потому что мы исходим из того, как нам и обещали, что округ на это ничего не тратит. Вот поэтому по телемедицине также проработали вопрос обработки обезличенных данных по онкологии, соответственных отправки для систематизации и выдачи рекомендаций в федеральные учреждения. Это тоже начало следующего года, но уже какие-то более такие ощутимые результаты. Но еще, кстати, мы в плане находимся. То есть мы как наметили, так и идем. Иван Болтенков также отметил, что администрация Ненецкого округа продолжит всесторонне помогать и поддерживать проведение научных работ на территории региона. Соответствующее поручение ранее дал губернатор НАУ Александр Цибульский. В зале официальных мероприятий Дворца культуры Арктика состоялся эко-хакатон «Заповедные земли» – первый уникальный в регионе форум, где специалисты из разных областей сообща работают над решением общей проблемы в сфере экологии. Проект разработан в рамках программы развития арктических регионов хранителей Севера. Добавлю, что данное мероприятие получило грантовую поддержку от Всемирного фонда дикой природы. Форум «Заповедные земли» в Ненинском округе проходил впервые это место, где собрались те, для кого вопрос сохранения природы крайне важен. Специалисты и эксперты из разных областей сообща работали над решением общей проблемы в сфере экологии. На самом деле было очень увдушевленное такое настроение. Я понимала, что не хотелось сделать такой проект, где люди бы не просто бы развлекались, бы тусовались, как обычно бывает на форумах у нас, а реально бы работали. Это то есть хардкор полный. И в конце был бы у нас готовый проект, результат и заряженные люди, которые хотели бы это делать. Эко хакатон «Заповедные земли» прошел в форме игры. Участники были разделены на две команды. На протяжении двух дней сначала разрабатывали, а потом представляли свои проекты. Татьяна Дедицына на форум пришла не случайно. Признается, тема экологии ей очень близка. Она хочет получить новые знания и, конечно, опыт. Вообще, я ожидаю какие-то новые знания, более подробное изучение ситуации. И, возможно, наше решение повлияет как-то на дальнейшее действие округа и, в частности, людей. По словам представителя Всемирного фонда дикой природы Сергея Уварова, главная задача форума – создать проектный кейс по развитию особо охраняемых территорий Ненецкого округа. Это, по мнению экспертов, является одним из механизмов по долгосрочному сохранению биологического и ландшафтного разнообразия как на международном, так и на региональном уровнях. Для нас очень важно, чтобы вся информация, которая касается состояния окружающей среды, она была доступна любому жителю региона. И все мы понимали, что реализация того или иного проекта, она проходит без ущерба окружающей среды. Завершился первый экологический форум вручением дипломов. Организаторы тем временем заявили, как Хакатон заповедные земли, должен стать ежегодным, то есть традиционным, а его программа непременно будет доработана и расширена. Ольга Русул, Инна Бердникова, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Гострожилнадзор Ненецкого округа согласовал с медной стоимость капитального ремонта моста через лесозаводскую курьё. В ценах четвертого квартала текущего года эта процедура обойдется более чем в 300 миллионов рублей. Об этом сообщает прислужба ведомства. Проектировщиком работ по капитальному ремонту является компания «Севзапинштехнологии». Санкт-Петербурга на самой конструкции выполнят замену укреплений конусов и соорудят новое сопряжение с мостом. Также будет выполнена полная замена железобетонного пролетного строения на металлическое с заменой насадок и ригели опор. Как сообщается, во время ремонта сооружения будет обустроен временный объезд. Напомню, автомобильно-пешеходный мост через Курью был введен в эксплуатацию в октябре 1983 года. С момента окончания строительства капитальный ремонт стратегической транспортной артерии, связывающей на Ринмар и поселок Искателей, ни разу не проводился. В феврале маршрут номер 101 свяжет поселки Искатели и Красная. Аукцион по определению перевозчика между рабочим поселком и центром Приморско-Куйского сельсовета объявлен накануне. Согласно условиям техзадания, запланировано выполнение четырех рейсов в день, начиная с 1 февраля 2019 года в соответствии с утвержденным расписанием движения. Промежуточные остановки на пути следования автобуса не предусмотрены. Изыскатель автобус будет отправляться от автопавильона недалеко от районной администрации. Обслуживание маршрута протяженностью 42 километра предполагается автобусами класса М3. Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие помимо места водителя более восьми мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых превышает пять тонн. Сезонность работы запланирована круглогодичной, за исключением периодов весеннего половодия. Перевозчик по данному направлению определится 14 января. Напомним, запущенный в сентябре маршрут поселок искателей аэропорт оказался востребован среди жителей и, как отметили в департаменте строительства ЖКХ энергетики и транспорта НАУ, он продолжит курсировать в следующем году. Депутаты горсовета провели в этом году финальную очередную сессию. В повестке дня было внесено пять вопросов. Так, депутаты Наринмара приняли изменения в решении об административной комиссии города, заменив одного члена комиссии на другого. Перестановки произошли и в составе общественной молодежной палати при Совете городского округа. Также народные избранники приняли решение о награждении почетной грамотой Совета городского округа пятерых жителей Заполярной столицы. В завершение сессии был утвержден перспективный план работы горсовета на 2019 год и примерной программы организационной и нормотворческой работы Совета на первое полугодие 2019 года. Напомню, что следующий год станет последний для данного состава Гурсовета. Выборы в четвертый созыв Гурсовета должны пройти в единый день голосования 8 сентября. Заместители председателя регионального парламента Максим Арбузов и Матвей Чупров, депутаты Андрей Смыченков, Александр Чурсанов и представители общественной молодежной палаты при собрании депутатов НАУ Владимир Абрамов посетили одну из бригад оленеводческого хозяйства СПК КАПХОС-ЕРФ. В рамках объявленного в НАУ года оленеводства парламентарии поздравили детей оленеводов, которые ведут традиционный кочевой образ жизни с наступающими новогодними и рождественскими праздниками. Инициатором поездки выступил заместитель председателя Матвей Чупров. Подчеркнул, что встреча с оленеводами – это уникальная возможность обсудить законодательные инициативы, рассматриваемые в региональном парламенте. В свою очередь Андрей Смыченков отметил, что подобные акции станут началом доброй традиции. Мы должны общаться с народом, особенно с оленеводами. Мы сейчас везем им подарки, поэтому, я думаю, дети будут довольны, и мы будем приезжать не один раз. Своими ожиданиями от поездки в стойбище перед отправлением с нами поделился вице-спикер окружного собрания Максим Арбузов. Я уже ездил в стойбище несколько раз, и в том числе на снегоходах. Ну, что я ожидаю? Спокойной, ровной дороги, чтобы поменьше приключений, как можно быстрее добраться, хорошо, ребят, и те, кто там находятся, поздравить с наступающим Новым годом и благополучно вернуться назад. Детям оленеводов СПК КАПХОС ЕРФ депутаты везут новогодние подарки от компании Лукоил Коми. Кроме того, наборы переданы детям оленеводов СПК Рассвет Севера в поселке Харута и СПК Нинецкая община Канин в селе Несь. В пятницу запланирована поездка в поселок Красное. Парламентарии поздравят с наступающими праздниками детей оленеводов СПК Харп и лично вручат подарки. В Наринмаре выберут самый новогодний дом. До 28 декабря принимаются заявки для участия в конкурсе на лучшее новогоднее оформление многоквартирного дома и индивидуальных жилых домов. Организатор конкурса – ресурсный центр некоммерческих организаций НАУ. Участниками могут стать собственники жилья, физические лица. Каждый участник вправе представить только одну заявку. Для участия в конкурсе необходимо предоставить заявку в ресурсный центр некоммерческих организаций и по возможности фотоматериалы. Заявки принимаются по адресу улица Ленина, 12, кабинет номер 6. Победители будут награждены дипломами и денежными премиями в размере 5, 7 и 10 тысяч рублей. Участники конкурса, не занявшие призовые места, получат благодарственные письма. Конкурс проводится с целью создания праздничного облика города в преддверии новогодних и рождественских праздников. Украшенная гирляндами, стеклянными и пластмассовыми игрушками, бусами и мишурой новогодняя елка вот уже не первый век является символом Рождества и наступления Нового года. Эта зеленая красавица стоит в каждом доме, радуя взгляд и даря праздничное настроение окружающим. Но самой яркой и незабываемой всегда становится городская новогодняя елка. С церемонии открытия главной виновницы торжества, которая состоится 27 декабря в 18.00 и начнется самая настоящая новогодняя сказка. Как сообщает прислужба Дворца культуры Арктика, в этом году на открытие главной елки в Наринмаре все жители города смогут поучаствовать в игровом интерактиве «Зажжем огни на елке вместе». А украшением вечера станут выступления танцевальной команды «Шоу Тайм», студии спортивного бального танца «Арктика» и детского хореографического коллектива «Карамель». Мероприятие будет очень веселое, яркое. Думаю, подойдет любая аудитория. Это будет проходить где? На сцене? Это будет вокруг елки? Это будет некий интерактив. Он будет проходить и на сцене, и вне сцены. Общение со зрителем. Как такова игра? Мероприятие состоится в четверг, 27 декабря, в 18.00 на площади Маратсей. Такова информационная картина к этому часу. Далее смотрите прогноз погоды. Спонсор выпуска погоды – медицинский центр Решма.